По окончании раз, вы говорите обещание, да? Да. Слушаться старших, любить отчизну, заниматься спортом – это не присяга и не клятва, а именно обещание, но уже ко многому обязывает. В храме около 30 первоклашек, родители и казаки-наставники. Сергей Гуро занимается рисованием и изучает азбуку, пока понимает азы, что казак – это военный, а военным быть почетно. Потому что военный защищает свою родину. Прадеды, прабабушки, со станиц, с края. Ребенок должен знать Бога, ребенок должен знать свою историю, свои корни и быть смелым, мужественным, чему, я думаю, его научат. В казачьих классах у ребят будут дополнительные часы истории края, духовных дисциплин, а также физической культуры. За каждым классом закреплен казак-наставник. Также традиции передают те, кого называют стариками. Они настолько заинтересованы. В тот день, когда открывали учебный год, мы присутствовали на этом мероприятии и в этом классе. Ну и тоже каждый из стариков, которые присутствуют, говорили какие-то свои слова, пожелания. И мы видели, как казаки внимательно нас слушают, интересуются. Я уже теперь считаю их казаками, они уже приняли обещание торжественное. А теперь наши казаки, они будут подрастать и уже в 16 лет они примут присягу. Первые два казачьих класса в Анапском районе появились в 2004 году. Сегодня их уже 41. В них учатся более тысячи казачат. Выполняя соответствующее поручение главы Кубани Вениамина Кондратьева, анапские казаки планируют расширять сеть казачьих классов, готовить педагогов и казаков-наставников, а также активнее предлагать родителям такую форму обучения.